Добрый день, друзья! Это обучающий центр кибермаркетинг, телеканал SEO-Pult TV. С вами я, Сергей Иванов. И сегодня у нас руководитель департамента продаж системы SEO-Pult Евгений Костин, который представит вам необычный вебинар, потому что сегодня вас ждет только SEO и только хардкор. И Евгений научит вас, по-настоящему научит вас работать с семантикой. Женя, привет! Привет, Сереж! Итак, добрый день, уважаемые зрители, участники нашего сегодняшнего вебинара. Меня зовут Евгений Костин, я являюсь руководителем департамента продаж системы SEO-Pult. Вебинар наш сегодняшний посвящен работе с семантикой. Но, как вы могли заметить, в названии его есть такое замечательное слово, как хардкор. И на самом деле это серия вебинаров, которая будет проходить раз в неделю. Пока запланировано три вебинара из этой серии. Серия заключается в том, что мы будем говорить не на тему, как SEO работает легко и просто. Что вот вы пришли, нажали три кнопки, заплатили 10 рублей и вам за это стало счастье, вы что-то от этого получили. Вопрос, на самом деле, будет вообще лежать не в плоскости денег, а лежать только в плоскости ваших навыков, ваших знаний, вашего времени и вашего большого желания зарабатывать больше и получать через свой сайт больше трафика, больше прибыли, больше клиентов и так далее. То есть будет, сразу скажу, нелегко. Мы будем говорить только о тех методах, которые не лежат на поверхности, которые потребуют у вас достаточно больших временных затрат. Вебинар рассчитан на тех руководителей сайтов, владельцев магазинов, которые, к примеру, могут позволить себе для каких-то задач нанять программиста, который допишет им какой-нибудь модуль на сайте или сделает скрипт. Либо, может быть, у вас этот программист есть в результате. Если вы сами являетесь SEO-специалистом, ну или специалистом, работающим в каком-то агентстве маркетинга, скажем, то у вас также должна быть такая возможность, такие, скажем, инструменты, такие пути для того, чтобы развивать свой сайт или клиентский. То есть самое главное – это ваш ресурс в виде большого желания и в виде возможности подключать новых людей и делать что-то решать новые задачи, а не те, которые решают и так все, все ваши конкуренты. Итак, немножко по вводной части я расскажу о том, как сейчас строится семантическое ядро, как вообще принцип, что ли, такой к построению семантического ядра. Начнем очень коротко с того, что это такое. То есть я предполагаю, что вы пришли на этот вебинар и у вас уже есть какие-то знания, какие-то навыки, которые вы могли получить где-то из книжек, сами поняли, прочитали, просмотрели какие-то другие вебинары, которые, к слову, ничем не хуже, просто они больше для, может быть, начинающей аудитории или чуть продвинутой аудитории. Мы с вами, я рассчитываю, что более продвинутая аудитория. Итак, семантическое ядро – это, по сути говоря, список запросов, по которым стоит продвигать ваш сайт, по которому вы хотели бы, чтобы ваш сайт был в топе. Дело в том, что раньше все говорили так, ну вот есть некие запросы, которые можно, скажем, придумать, написать себе на какую тему, к какой тематике, что ли, отвечает ваш сайт, выписать себе, там, не знаю, пластиковые окна, купить пластиковые окна, заказать окна ПВХ, окна Москва, ну и так далее. Если у вас магазин, ну запросов будет больше. Ну, в общем-то, все говорили о порядках таких, там, 10, десятки, вернее, сотни запросов. Ну, в редких случаях тысячи. Сейчас мы с вами говорим о том, что если у вас магазин в достаточно популярной тематике, в достаточно конкурентной среде, то речь может идти о десятках, о сотнях тысяч запросах, в том числе низкочастотных, в том числе, там, не коммерческих, но обо всем по порядку. Значит, как обстоят дела сейчас? Во-первых, нужно принять тот факт, что поисковый спрос бывает нескольких типов. Ну, основных здесь на слайде указано два, но есть еще следующий, расширенный. Значит, первый тип поискового спроса – это товарный. Если мы говорим про магазин, когда у вас спрашивают конкретные названия товаров. Ну, пример. Если у вас тематика ноутбуков, бытовой техники, электроники, мобильных телефонов различных, то есть там, где люди, когда хотят что-то купить, как правило, уже знают название товара, который хотят приобрести продукта. То есть так и пишут. Купить, не знаю, iPhone 6+, купить ноутбук, там, Lenovo 1, 3, 4, 5, ну, имея в виду название модели. То есть это товарный спрос. Есть спрос категорийный. Это особые тематики, где люди не знают заранее, как правило, как называется модель товара, которую они собираются приобретать. То есть, ну, например, это мебель. Люди пишут «купить кожаный диван». Они не знают, как называется, как конкретный диван. Они не знают его модели или его даже производителя. Могут уточнить свой запрос. Или даже не уточнять, а наоборот написать «диваны». Ну, и рассчитывать что-то получить в ответ. Но, как я сказал, есть еще третий тип спроса. Это смешанный спрос. Когда в тематике есть слова, которые могут приводить к конверсии, как товарные, то есть когда люди спрашивают конкретное название товара, так и категорийные. Такой спрос, повторюсь, называется смешанным. Сематическое ядро в правильном, что ли, его понимании должно охватывать всю тематику вашего сайта. Речь не идет о том, что вы должны якобы выбирать, вот у вас там есть приоритетные товары, а есть неприоритетные. Что вот там у вас магазин бытовой техники, и вот стиральные машинки для вас выгодно продавать, а телевизоры не очень. И поэтому телевизоры вы пока отставляете, ничего с ними не делаете, и в семантику вот эти слова не собираете. Или предположим, что вот у вас этот производитель хороший, и на нем вы зарабатываете много, а этот производитель нужен для того, чтобы был на сайте. Поэтому эти запросы вы не добавляете. Я уточню, что когда мы говорим о семантическом ядре, пока это, скажем так, теоретическая часть. То есть мы сейчас не о том, как это на сайт добавить, где там в ключевых словах это все вписать, в заголовки, в тексте. Пока речь не об этом. Но сама семантика, вот этот список, что ли, запросов, он должен быть максимально полным, максимально объемным. Все, что только можете себе представить, все, что есть вообще в вашей тематике. Даже дорогие высокочастотные запросы. Даже если вам кажется, что, ну вот у вас есть бюджет на SEO, скажем, 20-30 тысяч в месяц. Больше вы не можете себе позволить. Но есть запросы уровня телевизора, холодильники. Ладно, возьмем другую тематику. Диваны, кровати, шкафы. Каждый из этих запросов сам по себе может стоить, если вы посмотрите на биржи, предположим, там в SEO-пульте проверите бюджет, может один запрос стоить те же 20-30 тысяч. И объективно каждый из вас знает, что очень быстро такой запрос не продвинется. Тем не менее, это не повод отказываться от запроса, никак его вообще не учитывать. Вы можете не платить за него, вы можете не добавлять его в биржу или в агрегатор, чем вы пользуетесь. Вы можете не биться за него так, что там через три месяца обязательно нужно быть в топе. Но понимать, знать его, выписать себе вот в эту табличку его стоит. Даже другой тип запросов нас интересует. Это не коммерческие слова, информационные, которые вообще по идее не привозят к продаже. Ну, например, люди спрашивают, как выбрать диван? Ну вот человек первый раз покупает, не знает, там если зайти на любой мебельный сайт, нормальный мебельный сайт, там будет представлено множество механизмов диванов, как они там открываются, множество типов, множество объемок. Непонятно, какая из них лучше или хуже другой. Ну, в общем, люди спрашивают, как выбрать диван? Под эти запросы вам тоже нужно будет впоследствии оптимизировать сайт. Как я расскажу дальше? Но на данном этапе, если вы знаете, что такая фраза есть, мы потом посмотрим, как их найти, как их обнаружить, вы должны добавить эту фразу в семантическое ядро. Люди спрашивают, не знаю, предположим, вот из недавних тем, которыми занимался сам лично непосредственно, это тематика салонов красоты. Люди спрашивают, не знаю, чем одна процедура отличается от другой. Ну, потому что есть разные типы, разные инструменты и разные отзывы, в общем-то, людей в интернете на ту или иную тему. И даже если вы какой-то процедурой не занимаетесь, но вы занимаетесь альтернативной, вы можете написать под эту статью. В любом случае запрос вам нужно учитывать, что вот люди спрашивают, что лучше, там, такой-то, там, такая-то услуга или вот такая, альтернативная. Этот запрос ваш, потому что он связан с вашей тематикой. По сути, семантическое ядро — это не просто список слов, то есть блокнот для создания семантического ядра вам не подойдет. Подойдет вам Excel, ну или какой-то подобный инструмент, который позволяет сделать следующее. Выписать страницу, ну, либо ее название, либо URL-адрес и все относящиеся к ней запросы. То есть запросы не должны быть просто навалены множеством каким-то, потому что мы, еще раз повторюсь, мы говорим о десятках, сотнях, тысячах, запросов. И если вы просто вывалите их в блокнот, вам, ну, не то что сложно, вам невозможно будет в нем ориентироваться. Чтобы ориентироваться, вы должны выписать себе все страницы, которые есть у вас на сайте, и каждой странице присвоить вот эти вот фразы, которые мы сейчас с вами вместе найдем. То есть я сейчас покажу инструменты, как, какими стоит пользоваться и как добавлять запросы. К одной странице может быть привязано сколько угодно запросов. То есть нет никакого вообще ограничения. Их может быть 10, их может быть 100, их в теории может быть хоть миллион. Вот если вы знаете, что запрос обозначает то же самое, то есть страница именно эта отвечает на данный запрос, вы его указываете для данной страницы, присваиваете его этому адресу. Как, собственно, собирать поисковые запросы? Переходим к некой практике, что ли. Ну, во-первых, самое простое — это выгрузить базу данных с сайта, базу товаров. Но для этого вам нужен разработчик сайта, потому что на самом деле, если у вас вот, ну, вы просто получили сайт готовый, интернет-магазин, ну, и просто как-то дальше занимаетесь, развиваете его самостоятельно, без программиста, то в нормальном виде получить товары, если их много, вы, наверное, не сможете. Вряд ли программист предусмотрел такую возможность изначально, чтобы у вас в каком-то виде база эта была. Можно выгрузить, в принципе, из 1С или альтернативных каких-то инструментов бухгалтерских, которыми вы пользуетесь, но, соответственно, базу нужно будет почистить. Почистить от артикулов, почистить от всяких там скобочек, плюсиков, запятых, то есть чтобы у вас по итогу оказался чистый список товаров. В данном случае, на данном этапе, нам даже не важно, в каком он будет виде, то есть без привязки к адресу, вот на данном этапе, повторюсь, просто список товаров ваших. Собственно, этот список вы загружаете в Excel. Это самое простое, что можно сделать. Чуть сложнее и чуть дольше в реализации это несколько инструментов, которые сейчас покажу на слайдах. Ну, в первую очередь, это Яндекс.Вордстат. Сервис, адрес, который вы видите на своих экранах, на скриншотах, wordstat.yandex.ru, позволяет вам сделать следующее. Выбрать, указать, вернее, поисковый запрос и посмотреть все фразы, которые к нему относятся, то есть все фразы, которые включают в себя те слова, которые вы указали. В данном случае у нас запрос «Велосипеды куб», это бренд производителей велосипедов, и мы видим фразы, например, «Купить велосипед куб», или «Куб велосипеды 2014», «Велосипеды куб 29», что обозначает диаметр колес, и так далее. То есть там 2015, рейтинг, отзывы, это все ваши запросы. Даже если вы, в общем-то, раньше никогда не строили никаких рейтингов и не писали отзывов об этих товарах, это ваши товары, вернее, это ваши запросы, и их стоит учесть, их стоит добавить семантическое ядро. Но здесь стоит оговориться, есть несколько моментов. Вот представьте, есть такой запрос «Пылесос для пыли», и, как видно по статистике Яндекс.Вордстат, его набирают 12 600 раз в месяц. Но если задуматься, запрос, откровенно говоря, бредовый. То есть все пылесосы, они для пыли, можно сказать. И оптимизировать сайт под такую фразу, конечно же, не нужно. Что на самом деле здесь стоит учесть? Что если мы наберем запрос в кавычках, его набирают 5 раз в месяц, и я больше чем уверен, что все 5 раз это вот сеошники, которые просто скопом добавили все фразы, которые только можно было добавить по этой тематике. На самом деле здесь, конечно же, имелось в виду пылесос без мешка для сбора пыли. Вот такой люди запрашивают. Но нужно учесть специфику Яндекс.Вордстата, сервиса. Он показывает здесь, вот в этой цифре, 12 600 раз в месяц, все запросы, которые включают в себя те три слова, которые вы указали. Они, конечно же, входят в запрос пылесос без мешка для сбора пыли. То есть вам важно не просто вот первый этап провести, первый отбор слов, посмотреть все, что там находится по вашим фразам, по запросу пылесос, а посмотреть еще просеять как бы эти слова. То есть а что они на самом деле означают, а что они скрывают под собой. И чтобы это сделать, вам вот, если мы находимся на такой странице, как сейчас на скриншоте, вам нужно кликнуть на ссылку, вот на эту пылесос для пыли, предположим, и вы увидите все, что эта фраза в себя включает. Ну вот, собственно, на данном этапе, на данном скриншоте это и показано. И еще что, если переключиться на вкладку «История запросов», как видите, в поисковой строке есть три вкладки «По словам», «По регионам» и «История запросов». Вы можете увидеть динамику спроса поискового в вашей тематике, по вашим словам, которые вы указали. Если вы хотите проверить тематику, то вам нужно указать несколько слов через прямую черту, линию такую вертикальную. Ну, это стандартный язык запросов «Яндекс.Вордстат» или «Яндекс.Директа». И кто пользовался этими инструментами, вам должны быть они знакомы. Вот видя такой график, вы можете предполагать, что, скажем, в мае, ну так, с мая по июль спрос в этой тематике достаточно большой. Ну, это понятно. Почему? Потому что лето, все катаются на велосипедах. Начиная с сентября и где-то до следующего, там, марта спрос снижается. Ну, понятно, что, во-первых, вы сможете спрогнозировать трафик. Это самое простое, что можно сделать, используя данные графики, данные вот эти, которые представлены сейчас на сайте. Но что еще? Бывает, что вы работаете с каким-то подрядчиком, ну, скажем, SEO-специалистом или SEO-агентством. То есть, кто-то занимается вашим продвижением. И вы смотрите «Яндекс.Метрику» или «Яндекс», вернее, или «Гугл Аналитикс» и видите, как трафик с поисковых систем у вас растет. И вам кажется, что как все хорошо, жизнь прекрасна, и на самом деле ваш сайт постепенно набирает позиции, следовательно, набирает трафик, и все замечательно. Но если вы видите прирост, скажем, в 10%, а ваша тематика в этом месяце растет на 20-30%, это обозначает, что вы не растете, а наоборот не добираете. Потому что, вот представьте, если поисковый спрос сам по себе растет в зависимости от сезона, это значит, что, оставаясь на прежних позициях, не занимаясь оптимизацией, сохраняя все прежние факторы, которые были у вас на сайте, вы должны расти в трафик на вашем сайте, должен расти сам по себе. А если вы что-то еще улучшаете, то расти еще больше. Поэтому всегда проверяйте такие данные. Единственное, что здесь есть минус у сервиса. У него данные отложены во времени примерно на полтора-два месяца. То есть, то, что набирают, скажем, сейчас в январе, какой процент роста или снижение в вашей тематике, вы увидите только в марте, ближе к апрелю. То есть, оперативно проверить это нельзя. Еще один инструмент, другой уже, это Яндекс.Директ. Ну, Яндекс.Директ это такой инструмент для SEO, который, ну, в общем-то, он не для SEO, надо сказать, и его можно применять только для того, чтобы по-быстрому, оперативно собрать какое-то первичное, что ли, семантическое ядро. Ну, например, чтобы оценить вообще, там, что набирают ваши тематики, как-то закинуть эти запросы в SEO-пульт, проверить конкуренцию по ним, бюджеты, ну, по-быстрому что-то, решить какие-то такие оперативные задачи. Подобрать многотысячное или даже, там, ядро на несколько сотен запросов вы здесь не сможете. Ну, вернее, как? Вы, конечно, сможете. Можно, как говорится, ноутбуком гвоздь забивать, но сервис предназначен не для этого, и вам будет очень неудобно делать большое семантическое ядро, просто вот пользуясь вот такими инструментами. На что еще следует обратить внимание? У Яндекса есть подсказки. Подсказки — это такие штуки, которые появляются при наборе запросов. Это список дополненных фраз, расширенных. Вы набираете ваш запрос, в данном случае «Велосипеды Куб», и смотрите, что еще Яндекс показывает в выдаче, в подсказках по данным фразам, по данной фразе. Это еще один метод подобрать вот эти запросы, то есть увидеть, что Яндекс предполагает, он же не просто так генерирует эти подсказки случайным образом. Почему же здесь не показываются, например, «Велосипеды Куб» не знаю, «2016» или «2002»? Потому что таких запросов нет, они не популярны. И Яндекс здесь показывает условно запросы, которые сейчас пользуются спросом, которые набирают пользователей, которые по предположению робота Яндекса в большинстве случаев люди хотят найти. То есть те, кто искали «Велосипеды Куб», они ищут либо официальный сайт, либо новые велосипеды, то есть 2015 года, либо в «СПБ», «Сокольниках», то есть вы сами можете посмотреть, набирая вот такие вот фразы. Собственно, это, наверное, один из лучших инструментов для того, чтобы собрать в семантику вот эти вот запросы, добавить их. Еще у нас есть фразы-ассоциации, ассоциативные запросы, которые показываются под выдачей. Вот если вы посмотрите, внизу написано «Вместе с фразой «Велосипеды Куб» ищут», и перечислены какие-то названия. Ну, на самом деле, это бренды других, другие бренды велосипедов. О чем нам это может говорить? Что Яндекс знает, что те, кто искали вот этот бренд, они не сильно-то привязаны именно к нему. Просто люди ищут то один, то другой бренд. Ну, именно в данной тематике, вот в данном конкретном случае. И поэтому, чтобы ваш сайт полноценно продвигался по запросам, вам еще нужно учесть бренды других производителей, указать их тоже на сайте, ну, соответственно, продавать их в первую очередь. В любом случае, в семантической дроби, как стоит добавить, исключение составляют только сайты, которые занимаются только одним брендом. Такие сайты имеют право на жизнь, и в своей узкой тематике они могут вполне себе конкурировать. Просто в этом случае, если вы продаете, ну, вот как здесь, только «Велосипеды Куб», вам нужно забыть о таких запросах, как «Магазин велосипедов», «Купить велосипед» и подобное. То есть вам нужно будет затачивать свой сайт только под брендовые запросы. Если вы этого не хотите, если вы не хотите себя так ограничивать, то все другие бренды, другие тематики, связанные с тем вашим запросом, который вы указали, вам стоит добавить. Есть еще более продвинутые инструменты и более интересные. В первую очередь, Яндекс.Метрика. Яндекс.Метрика позволяет что сделать? Увидеть фразы, по которым к вам на сайт уже переходили пользователи. Вам может показаться, ну, зачем вообще добавлять в ядро те запросы, по которым я и так в топе, ну, иначе откуда же вы этот трафик-то получаете? Ну, во-первых, семантика нам нужна еще и для того, чтобы фразы эти мониторить. То есть кроме того, что мы как-то потом на сайте их будем применять, мы все эти запросы загрузим в какой-нибудь сервис мониторинга позиций и будем отслеживать, как ваш сайт от месяца к месяцу себя чувствует. Там проседает у него процент видимости или, наоборот, растет. Можно сделать какие-то срезы, там, высокосредний, низкочастотные запросы, можно по тематикам разбить. И вы тогда сможете отслеживать, скажем, такие данные, что у вас вот велосипеды куб поднимаются, а велосипеды других брендов падают. Или какие-нибудь некоммерческие запросы у вас растут. Люди там спрашивают, как выбрать диван, как купить диван, чем один лучше другого. А вот по запросу купить диван, по запросу, вы, наоборот, проседаете. То есть эти данные нужны в любом случае. И вам вот эти запросы нужно по-любому выгрузить, отфильтровать, потому что бывает так, что, ну, какие-то фразы все равно там в каком-нибудь регионе с небольшой конкуренцией случайно ваш сайт попал в топ по совершенно нецелевой фразе. Но совершенно нецелевая. Это вот, например, смотрите, здесь приведен на скриншоте сайт, продающий торты. Ну, самые разные, там, для детей, вот, которые оформляют там по-особенному. Есть, например, торт Minecraft, ну, как название игры. И представьте, что такой сайт вышел по запросу скачать Minecraft. Ну, очевидно, что сайт, продающий торты, ну, вообще никаким боком, никаким образом к самой игре не относится. И по запросу скачать вам, естественно, не нужно ни в топе быть никак. Поэтому фразы стоит отфильтровать, но большинство из них, наверное, процентов 85-90 будут именно ваши. Поэтому их стоит добавить. Есть инструмент SEMrush. Он платный, в первую очередь. Ну, бесплатный функционал тоже есть, но он ограничен настолько, что пользоваться им нельзя. Вы можете посмотреть 5 запросов, 5 ссылок, ну, или около того, или 15. Честно говоря, не помню, но от того, что вы посмотрите 5 или 15 запросов, там разница невелика, и вы от этих данных, вам ни лучше, ни хуже не станет. Просто потеряет свое время. Нужно зарегистрироваться, если уж вы решили полноценно подходить к этому вопросу, заплатить минимальный аккаунт, там стоит около 69, по-моему, долларов на месяц. И вы сможете сделать следующее. Добавляете свой сайт, и этот сервис вам покажет, по каким фразам ваш сайт близок, ну, вернее, находится в зоне видимости Гугла. Ну, поскольку сервис англоязычный, и разработан он не в России, то все там в привязке с поисковой системой Гугл. По Яндексу вы не сможете здесь ничего посмотреть. Но Гугл, даже если это для вас не приоритетная система, все равно ваш сайт там может находиться в топе, и оттуда вы можете получить те самые данные, которые вас интересуют. То есть по каким фразам? А зона видимости — это не топ-10, зона видимости — это для Гугла топ-100. То есть где вообще ваш сайт находится? Этих фраз может быть достаточно много. Еще. Есть сервисы, ну, совсем сугубо технические, но я просто должен их показать для того, чтобы вы знали об их существовании, особенно если вы оптимизатор и профессионально занимаетесь продвижением сайтов. Сразу скажу, что если вы владелец магазина, владелец компании, то вам вот этот сервис, с которым я сейчас рассказываю, он называется Just Magic, не подойдет. Пока вы будете в нем разбираться, можно умереть, потому что он полностью технический, он требует от вас знаний, он требует базовых знаний в математике. Там есть, конечно, справка и описание, но разобраться в нем быстро не получится. То есть этот сервис специально сделан, как можно посмотреть и по оформлению, и по ссылкам, которые здесь есть, для SEO-студий, для оптимизаторов, и нет никакой ссылки, где написано, для клиентов. Для клиентов это не сделано. Значит, сервис платный, нужно просто писать заявку на адрес, который там указан. Стоит примерно от 30 тысяч рублей в месяц, но есть возможность бесплатно попользоваться. Там дают нормальным лимитом. Это вот как раз, если вы напишите, если вы заинтересуете владельца данного сервиса, ну как потенциальный клиент, то вам дадут попользоваться бесплатно, и вы сможете собрать, на самом деле, нормальное ядро запросов. Но при этом, опять же, стоит разобраться, иначе вот этот лимит, там около 10 тысяч запросов, что ли, вам дают, вот этот лимит 10 тысяч запросов можно быстро израсходовать на тесты, а реальное ядро так и не собрать. Ну, в общем, сервис полезный, полезный, если вы оптимизатор. А вот если вы хоть оптимизатор, хоть вы владелец магазина, то, по сути, то, что я сейчас показываю, сервис называется Rush Analytics, сделан для вас. То есть это как альтернатива Just Magic, только для людей. Сервис удобен, хотя разобраться в нем тоже стоит, и он позволяет сделать следующее. Вот я рассказывал вам про подсказки, что с Яндекса их можно собирать, смотреть, что там показывается, предположим, по какому-то запросу, что Яндекс отображает в подсказках. Вы можете здесь собрать эту статистику автоматизированно, то есть вы набираете запрос «Холодильники», и сервис будет смотреть все подсказки, которые выдает вам Яндекс по данному запросу. Плюс он еще будет подставлять все буквы, то есть, например, «Холодильники А», «Холодильники В», «Холодильники В», и так идти по всему алфавиту, и смотреть, что на каждую букву, какие подсказки Яндекс показывает. И соберет эти данные, которые вы потом сможете выгрузить в Excel. Второй момент. Вы можете здесь собрать статистику через Wordstat. Ну, это самое банальное, то есть вы можете указать запросы, и соберется вся правая или левая колонка Wordstat, которая вам нужна, которую вы укажете. Ну, и еще самая полезная вещь, которая здесь есть, это кластеризация. Но про кластеризацию я расскажу чуть дальше. Сейчас просто скажу, что в этом сервисе она есть. И это, наверное, наиболее примечательная фишка Rush Analytics. SEO-пульт. SEO-пульт тоже очень полезный инструмент, позволяющий вам сэкономить время, вот в том числе на этапе подбора семантики. Это объединение и Яндекс.Метрики, потому что вы можете сюда загрузить доступ к вашему аккаунту, и SEO-пульт автоматически, без ваших действий, то есть, ну, без, там, зайти в какой-то отчет, выгрузить данные в Excel, сразу просто подтянет запросы, по которым ваш сайт находится, ну, не то что в зоне видимости, а по которым он получает трафик из поисковых систем. Сразу отобразит вам запросы. Можно также посмотреть слова, по которым ваш сайт близок к топу. То есть, вы просто указали сайт, и вот у вас уже есть эта вкладка, которая называется «Близкие к топу». Показываются запросы, по которым ваш сайт, ну, как следует из названия, находится на высоких позициях. Вы можете данные эти отфильтровать, то есть, например, указать запросы, по которым ваш сайт, там, с 10 по 50 место, или, там, с 20 по 30, или, наоборот, вам нужны все данные, ну, мы сейчас говорим о том, что данные вам нужны все-таки все для семантического ядра, не для продвижения, да, не для того, чтобы платить за ссылки. Мы пока не про это говорим, и об этом будут следующие вебинары. Мы говорим про семантику, саму по себе. Поэтому стоит выгрузить все слова, которые здесь будут найдены, которые здесь отображаются. Также есть возможность через Wordstat набрать слов, через базу слов, которые уже существуют в SEO-пульте, ну, и так далее. То есть, способов очень много, и, в общем-то, в одном сервисе вы можете получить очень много данных из различных источников. И еще кое-что стоит сказать, что как SEO-пульт, так и CMRush, ну, то есть, просто они смотрят по-разному на разные вещи, да, а так я бы использовал и то, и другое на данном этапе, позволяют для молодого сайта, если он еще не находится в топе, решить ту же самую задачу, о которой мы говорили. Ну, представьте, что вот SEO-пульт показывает фразу, по которому ваш сайт близок к топу, ну, или там, фразу, по которому у вас есть трафик. CMRush показывает запросы, по которым ваш сайт виден в Гугле. Но представьте, что если у вас сайт появился два месяца назад, он по небольшому количеству фраз еще показывается, что вы можете сделать? Вы можете найти сильных ваших конкурентов и добавить их как в SEO-пульт, так и в CMRush. На данном этапе, ну, SEO-пульт будет бесплатен полностью, то есть, вас же не призывают платить за что-то, вы просто добавляете сайт в продвижение и смотрите те же самые данные, по каким словам этот сайт вашего конкурента близок к топу или находится в топе. Единственное, что нужно выбрать желательно прямого конкурента, ну, или если конкурент будет с большей тематикой, ну, представьте, что у вас там холодильники, а вы выбрали конкурента, который продает всю бытовую технику. Тогда вам придется просто чистить семантическое ядро, подобранное на этом этапе. Но в целом это тоже хороший инструмент в плане того, что... хороший способ, да, в плане того, чтобы добавить очень сильного конкурента, скажем, в бытовой технике, там, сайта Эльдорадо, потому что он сильно оптимизированный и хорошо себя чувствует по многим запросам. В CMRush также можете добавить сильного конкурента и посмотреть, по каким фразам находится выдача гугла именно он. И еще есть последний способ, о котором скажу, это SEO-агентство. Способ, ну, видите, со смайликом, то есть он такой не совсем культурный, красивый, но он существует, о нем стоит сказать. Если вам совсем лень заморачиваться или вы хотите получить какое-то первичное ядро, может быть, ну, то есть вы планируете, что вы сделаете нормальную семантику на своем сайте, но вот сейчас вы хотите за неделю собрать по-быстрому, не прилагая особых усилий, семантическое ядро. Вы обращаетесь в SEO-агентство и говорите, что хотите у них продвигаться. Жалательно озвучить бюджет побольше, ну, тысяч, например, сто. И вам соберут семантическое ядро, как правило, в коммерческом предложении список ключевых слов все-таки будет. Сразу уточню, что не все агентства так будут делать. И на самом деле самые крупные агентства так не сделают. И они будут правы. Не потому, что они хотят получить какую-то защиту, что ли, от того, чтобы там не заключить с ними контракт. Нет, не поэтому. Просто потому, что семантическое ядро не предполагает того, что он будет сделан очень быстро. Поэтому максимум, что он предложит крупное агентство, это какой-то ориентир. Что мы будем вот эту тематику прорабатывать, вот эти запросы. Вот этих 100, вообще их будет 100 тысяч. Потому что работа идет по всему сайту. Средние агентства вполне могут вам предложить первичную семантику. Это, конечно, будут не десятки, не сотни тысяч запросов. Но, скажем там, несколько сотен подобрать могут. То есть такое можно сделать. И вот этап, о котором отдельно хотелось бы сказать, про кластеризацию фраз. Что это вообще такое? Кластеризация — это группировка запросов. Я об этом говорил в самом начале и говорил, когда рассматривали сервисы, что вам нужно не просто собрать список. Ну вот что, он есть какой-то список в вакууме. Много фраз. Хорошо. Но иначе, если вы будете смотреть на них, вы просто не будете понимать, что с ними делать дальше. А вот если вы подберете страницу и к ней сгруппируете все запросы, которые у вас относятся к данной странице, к данному адресу, то вам будет удобно работать. Вы поймете, по каким фразам оптимизировать именно данный контент, именно данную страницу. Вы поймете, под какие запросы у вас еще нет страниц. Потому что эти запросы будут сгруппированы. Ну, например, все некоммерческие информационные запросы по какой-то тематике. Например, как выбрать диван, какие виды бывают диванов. Все это об одном и том же. Но страницы у вас, предположим, нету такой на сайте. И вы это сразу поймете, если запросы сгруппируете по их смыслу. Запросы, сразу скажу, они не группируются по частотности. Это самое неправильное, что можно только сделать на данном этапе. Если вы будете делать так, среднечастотные, высокочастотные, это самый банальный и самый неправильный метод. Группировать нужно их только по смыслу. По тому, что обозначает запрос. Если у вас спрашивают диваны, купить диван, диваны в Москве, магазин диванов, это все одно и то же. Как только появляется запрос «кожаный диван», это уже следующая страница, другая, потому что здесь появилось уточнение. «Белый кожаный диван» — это уже третья страница, потому что фраза еще более уточненная. Но «купить белый кожаный диван» или «заказать белый кожаный диван» — это все то же самое, относится к этому третьему типу страницы. Если под какие-то запросы нет страницы, это не повод куда-нибудь их распихивать. Типа, вот здесь у нас есть вхождение, давайте туда этот запрос отправим. Или давайте здесь добавим какую-то фразу, скажем, запрос «как выбрать диван?» и вы на коммерческой странице у себя размещаете такое вхождение, типа, если вы задумывались, как выбрать диван, то не переживайте, выберите его у нас. И вот перед вами каталог диванов. Это неправильно. По запросу «как выбрать диван?» вам нужно сделать отдельный контент, отдельную страницу, где будет статья, может быть, еще картинки, может быть, даже видеоролик, который будет об этом рассказывать. То есть специально заточенный под данный запрос. Важно не вхождение, важно определить смысл запроса и смысл страницы, которую хочет получить пользователь. Он хочет не каталог увидеть по данному запросу, он хочет увидеть именно статью, то есть подсказку. Что еще? Здесь всегда стоит смотреть выдачу, анализировать на предмет, какие типы сайтов там находятся и какие типы страниц там есть. И находить там прямых ваших конкурентов. Если там не прямые ваши конкуренты, а кто-то еще, это говорит, что вы либо неправильно подобрали запросы, либо вам будет очень сложно бороться в тематике. Хотя запросы вы все равно добавляете в семантическое ядро. Вы можете просто под них формировать новые страницы другого типа. Покажу интересный пример. Запрос с компьютера. По запросу с компьютера все 10 сайтов, которые находятся в топ-10 Яндекса, это сайты интернет-магазинов. Ну, в общем-то, это очевидно. То есть Яндекс понимает, человек хочет купить компьютер, вот ему сайты с компьютерами. Но давайте уберем одну букву и напишем слово «компьютер» в единственном числе. И вот уже все сайты, которые у нас есть, это сайты некоммерческие. Там, по-моему, в выдаче, если я не ошибаюсь, один сайт, один интернет-магазин как-то попался. Но вот здесь Википедия, две ссылки, словарная статья, ну и другие типы сайтов, которые рассказывают о том, либо что такое компьютер, либо какие-то основы работы за компьютером. Ну, исключение здесь вставляют блоки Яндекс.Директа с коммерческими сайтами, которые, собственно, к SEO-продвижению никакого отношения не имеют. О чем это говорит? Что не нужно страницу, на которой вы продаете компьютеры, оптимизировать под запрос в единственном числе – компьютер. Но вы можете создать на своем сайте некий справочник, материал о том, как, не знаю, работают компьютеры, ну, такую большую базу данных. То есть, грубо говоря, Википедию только по вашей тематике. То есть, это не три страницы, не 10, не 20, не 30, а это может быть там несколько сотен тех же самых страниц про работу в компьютере. И вот такая фраза, по такой фразе, ваш сайт уже способен конкурировать. И еще, от чего хочу вас предостеречь. Если вы не знаете, как алгоритм работает в плане запросных факторов, ну, не предполагайте это заранее по каждому запросу, стоит проверять. Дело в том, что у Яндекса есть группа запросных факторов, о которых вообще редко кто рассказывает. Говорят, ну, здесь там внутренние, внешние факторы, поведенческие, коммерческие, все понятно. И они есть, они, правда, важны. Но есть факторы запросные, когда Яндекс понимает, что по этому запросу человек хочет получить тот или иной контент, вот такого-то типа, что ли. То есть запрос имеет такую-то потребность. Или, может быть, правильнее сказать, человек имеет такую потребность получить вот такого рода информацию. И вот, предположим, если вы хотите продвигать свой сайт, продающий биоактивные добавки или какие-то лекарства, комплекс упражнений, по запросу, как быстро похудеть, вам ни в коем случае нельзя оптимизировать коммерческую страницу вот с этой вот биоактивной добавкой по запросу, как быстро похудеть. Нельзя. Сайт ваш не выйдет в топ, потому что вы можете посмотреть все 10 сайтов, которые тут находятся, и вы поймете некую зависимость, некую схожесть, что ли, между ними. Это все будут статьи, которые дают конкретный ответ на вопрос, как это сделать быстро, похудеть. Там нет такого пункта, что, ну, если вы хотите похудеть, все-таки купите у нас лекарство, ну, или там какой-то комплекс упражнений. Там все написано именно для людей. Вот человек задал вопрос, ему дали ответ. Можно поступить интересно. Можно сделать на своем сайте раздел, опять же, со статьями и продвигать статью какую-то по данному запросу. Но в этой статье разместить баннер, который поведет на вашу коммерческую страницу. Можно сделать вообще второй ресурс, где будет, ну, он якобы такой независимый, то есть он просто рассказывает там про красоту, здоровье, похудение. И вы там рассказываете, пишете всякие статьи. Но в этих статьях рядом с ними есть какая-то реклама, ведущая на ваш другой вообще сайт. Можно сделать так. И так уже таким образом получать клиентов. Можно какой-то скрытый маркетинг использовать. Но факт тот, что подходить прямо, топорно, вот прямо, как говорят, к запросу не получится. То есть как быстро похудеть, да купите у нас лекарство. Это не работает. И, да, близость страниц, она определяется подсказками Яндекса, которые вы можете посмотреть по каждому запросу. То есть если у вас есть запрос, не знаю, принтеры HP, то у вас могут быть в подсказках Яндекса запросы, там, картриджи для принтеров HP, или принтеры HP, там, какой-то серии, какой-то модели. В общем-то, это показывает нам то, как страницы между собой должны быть связаны. Что вот у нас есть общая категория товаров, с нее мы ведем на картриджи, или на какие-то модели, можно показать приоритетные, можно показать, кстати говоря, скажем, вот нашли запрос, не знаю, принтеры HP, но также люди, которые искали принтеры HP, они интересуются, там, принтерами других производителей, или сканерами вообще. Вы их можете увидеть, вот как раз, вот эти вот фразы, ассоциации внизу, под результатами поиска. Соответственно, вы их добавляете на сайт, добавляете первоначально схематическое ядро. Ну и в целом, давайте подведем некий итог, что все это нам даст. Зачем вам себя так заморачиваться, если можно просто зайти куда-нибудь, собрать 100 запросов, думать, что по 100 запросов у вас все будет хорошо, и больше не париться. Зачем? Зачем собирать 10 тысяч, если можно по 100 запросов привлекать трафик? Ну, во-первых, комплексный подход это некая стабильность. Если у вас проседает сайт по той или иной фразе, он остается очень высоко на многих других позициях и трафика практически не теряет. То есть, если вы продвигаетесь по большому полу запросов, то даже если ваш сайт просядет по 10% из них, то на общем трафике это никак не скажется. Если вы продвигаетесь по узконаправленным запросам, средним или высокочастотным, то может получиться такая ситуация, когда вы просто в зависимости находитесь от какого-то запроса. Вот у вас пока сайт в топе, у вас продажа есть. Сайт не в топе по двум-трем фразам, у вас продаж нет. А с учетом того, что Яндекс проводит довольно часто эксперименты, то есть он понижает ваш сайт и ставит на его место кого-то другого не потому, что ваш сайт плохой или там оптимизатор ваш плохой или кто-то еще плохой, а просто потому, что хороший Яндекс И он просто хорошо ставит эксперимент. Ему не важно, вы будете в топе или кто-то еще. Он ставит другой сайт, смотрит, какие у него поведенческие факторы. Или еще в чем-то заключается, может быть, этот анализ, этот мониторинг в данном случае. И тот сайт просто так попал на ваше место. Потом вас туда вернули или поставили кого-то еще. То есть, в целом, конечно же, Яндекс в большинстве случаев показывает в топе хорошие правильные сайты, но по отдельным фразам ваш сайт может периодически прыгать. С этим ничего нельзя сделать, если ваш сайт не является самым качественным ответом на какой-то запрос пользователя. Еще одна польза, что ли, один фактор, который стоит учитывать, это привлечение бесплатного трафика. Вот если говорить про запросы информационные, некоммерческие. Как выбрать диван с, не знаю, какими-нибудь драйвера для принтеров таких-то. То есть, казалось бы, зачем вам драйвера, если вы продаете принтеры? Но человек уже купил принтер, никак не может с ним разобраться. Вот сейчас зашел в интернет и ищет эти драйвера. Да неважно, что бы он ни искал. Если у вас на сайте будут еще и драйвера или инструкция для этих принтеров или что-нибудь еще, то у вас просто будет трафик. Трафика много не бывает. Вы как-то потом его, не знаю, обработаете. Вы можете что-то предложить пользователю. Вот искал он там, не знаю, драйвера, а вы ему картриджи еще предлагаете. Искал он там бумагу, а вы ей там что-то дополнительное. Или спрашивает человек, как выбрать диван. Понятно, что он хочет получить статью. Но вы поведите, вы расскажите, что вот у нас на сайте лучше всего сделать ее достаточно удобно и выбор модели очень большой. Но только не так, что с первого абзаца. А сначала расскажите ему, какие факторы, правда, при выборе дивана стоит учесть. Потом вы сами решите, как все это обработать. Но, повторюсь, бесплатный трафик, он еще никому не вредил. Целевой трафик. Во-вторых, в-третьих, вернее уже, оптимизация под запросы, где еще нет конкуренции или она очень слабая. Ну, представьте, вот есть запросы, которые очевидны для всех. Вот если вы продаете принтеры HP, самый простой запрос это принтеры HP или купить принтеры HP. Но и так делают все ваши конкуренты. Так делают все. Вот кто бы ни продвигался, у них у всех есть запрос купить принтеры HP. Вы можете собрать пул запросов из нескольких сотен низкочастотных фраз, которые ваши конкуренты не учли. Они подумали, зачем это продвигать, там что-то 10 человек их ищут. Вы учли, и вы собрали здесь 10 человек, там 20 человек, тут 30 человек, здесь 2 человека у вас по какой-то фразе перешло. И тем самым вы обеспечили хороший трафик на свой сайт. То есть в сумме то, что дают низкочастотные уточненные запросы, это может превысить даже тот эффект, который вы получите от среднечастотной или высокочастотной фразы. Еще один момент. Если вы будете продвигать свой сайт комплексно, то есть по большому списку запросов, связанных вообще, то есть они могут быть как уточняющие, как означающие то же самое, так и околотематические, как те же самые статьи, обзоры, рейтинги. Это вам даст возможность продвигать высокочастотные фразы. Потому что, смотрите, вот есть, допустим, запрос телевизора, и если ваш сайт будет затачиваться, оптимизироваться только под запрос телевизора, то у вас, скорее всего, ничего не выйдет. Яндекс как рассуждает? Во-первых, у вас на сайте должно быть много телевизоров. Во-вторых, он знает все запросы, которые набирают люди, которые ищут телевизоры. То есть околозапросные, что ли. То есть люди ищут телевизоры 3D, телевизоры Smart TV, телевизоры LG, Samsung, то есть самых разных производителей, типов, не знаю, широкоформатные, большие, небольшие, маленькие, на кухню, куда угодно. То есть Яндекс знает весь пул запросов по тематике телевизоров. И если вы покажете Яндексу, что ваш сайт отвечает практически всем типам этих запросов, у вас есть и информация про телевизоры, это статьи, это рейтинги, все что угодно. У вас есть и все типы телевизоров, у вас есть карточки товара. И на карточках товара есть все. То есть если люди спрашивают инструкцию для телевизора LG 12345, у вас она тоже есть. И по сути, вы говорите в поисковой системе, мой сайт решает все задачи пользователя в этой тематике. За счет этого вы продвигаетесь в топ по высокочастотным запросам. Ну и напоследок самый такой, не знаю, основополагающий пункт, зачем это все надо. Это просто является единственным подходом грамотным сейчас в SEO-продвижении. Если вы используете узкий список запросов, можно быстро сказать, что у вас SEO неграмотное, у вас SEO не такое, какое оно должно быть. Как работают крупные компании, потому что ориентироваться всегда нужно на лидеров в тематике. Лидеры у каждого свои. Но если посмотреть на лидеров вообще в интернете или в рунете, это такие компании, если говорить про магазины, как Ozone, Wikimart, Wildberries. Они не оптимизируются по 10 или 100 запросам. Они оптимизируются очень сильно по огромному списку фраз. И равняться нужно, я считаю, на них. Конечно, вы не можете, не знаю, продавая мебель, еще и оптимизировать свой сайт по тематике одежды. Но речь идет не об этом. Речь идет о вообще подходе, что собирать нужно все запросы, которые только есть. Ну и, в общем-то, будет вам в этом случае счастье. На этом у меня все. Это все, что я сегодня хотел вам рассказать. Я надеюсь, что у нас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну, какой же хардкор без вопросов? Спасибо, Женя, большое. Итак, вопрос номер один. Нужно ли включать в Яндекс опечатки и ключевые слова, если они достаточно популярны, именно в варианте с ошибкой? Ну, распространенный вопрос, да. Что касается опечаток. Во-первых, большинство из них Яндекс все-таки исправляет. То есть, при наборе неправильного запроса, выдача Яндекса изначально меняется под запрос «правильный». Это первое, что стоит сказать. Во-вторых, если вы будете включать опечатки в свой сайт, то вы, как бы расширяя семантическое ядро, окей, эти запросы, может быть, и есть в тематике, но если вы включите потом их в свой сайт, как-то в тексте, в заголовке, то Яндекс это точно не оценит. И вот как раз-таки грамотность текстов, она, я думаю, влияет гораздо больше, чем наличие какой-то опечатки у вас в запросе или там в тексте. Поэтому не рекомендую. Вы можете как бы учитывать эти фразы, можете добавить в ядро, но оптимизировать свой сайт под них не стоит. И максимум, чем вы можете помочь Яндексу, это написать письмо в техподдержку, что по какой-то фразе с опечаткой Яндекс выдачу не исправляет. Следующий вопрос. Какой сервис мониторинга запросов может Евгений порекомендовать, чтобы оценить, проседает ли сайт? Например, сервис ТОП-Инспектор могу порекомендовать. ТОП-Инспектор пишется, ну или можете в Яндексе набрать его. Собственно, можно делить слова на группы. Чем мне нравится, что можете не просто сгрузить огромный пул запросов, но можете еще и распределить по тематике или по частотности, как вам больше нравится, и мониторить по разным срезам. То есть за неделю, за месяц получать отчеты или прямо в веб-интерфейсе. Ну, например, его. Имеет ли смысл разводить различные группы запросов в рамках одного сайта по разным компаниям? Если да, то в каких случаях это актуально? Так, ну, наверное, речь идет про компании в SEO-пульте, наверное, да? Я так предполагаю тоже, да. Ну, да. То есть про проекты. Смысл есть только для удобства вашего. То есть если вам больше нравится, ну не то, что больше нравится, если вам хочется мониторить прирост позиций по каждой тематике, вы, конечно, можете разделить SEO-пульте, завести отдельные проекты на один и тот же сайт. Условно назвать их холодильники, телевизоры или как угодно. И смотреть позиции. Но в плане качества ссылок или улучшения, или ухудшения какого-то тем более, это вам ничего не даст. Просто удобство восприятия информации, что ли. Вопрос. Как правильно распределить запросы по страницам? Рекомендуют обычные ВЧ и ВК на главную, СЧ и НЧ на другие. Корректно ли это? Не совсем. Понятное дело, что главная страница, как правило, продвигается по общим тематическим высокочастотным запросам. Ну, например, бытовая техника или магазин мебели. Если у вас, не знаю, продажа принтеров, значит, купить принтеры. Ну, типа таких запросов. И логично их там отправлять на главную. Но деление делается не по принципу частотности, повторюсь, а по принципу того, что обозначает запрос. Если у вас есть сверхнизкочастотный запрос, купить прямо сейчас принтер в магазине принтеров в Москве, то есть, ну, не знаю, наверное, никто такой не набирает, но вдруг такой попадется. Этот запрос тоже должен идти у вас на главную страницу. Пока мы не говорим о том, что у вас на этой странице должно быть вхождение. Конечно, нет этих вхождений. У вас этих запросов на одну страницу может быть там сотни, не знаю, много, десятков как минимум. Если вы их все будете добавлять в качестве вхождения на страницу, это будет поисковый спам, и ваш сайт забанят. Так делать не нужно. На этом этапе мы просто собрали семантическое ядро. Группировать нужно по принципу схожести. То есть, означают одно и то же слова. Спасибо, Женя, большое. Я вижу, что на данный момент вопросов больше не поступило. Как это часто бывает, вопрос у нас поступает с задержкой этой обусловленной трансляции. Ну, вроде бы мы дали людям еще собраться с мыслями. Те, кто, видимо, не имел мыслей во время этого вебинара, был слишком захвачен вот этим самым хардкорной информацией, которую ты сейчас предоставил. Ну что ж, дадим людям опомниться. Я напоминаю, друзья, что вы можете обратиться к Евгению Костину по контактным данным, которые вы видите сейчас на своих мониторах, на своих экранах. Либо вы можете посмотреть еще раз в записи вдумчиво сегодняшний вебинар ровно через неделю на телеканале Сиупульт ТВ. И там под видео вы можете задать свой вопрос. Евгений тоже внимательно смотрит все выходящие его видео, все запросы. И он обязательно ответит на ваши вопросы. Спасибо большое, Евгений. Спасибо большое всем. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Это был обучающий центр кибермаркетинга, телеканал Сиупульт ТВ и Евгений Костин с его практически невероятно хардкорным вебинаром. Всего вам доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok